Сегодня день подведения итогов форума, он близится к завершению. На площадках уже не так много людей, наша делегация отправилась обратно домой в Тюмень анализировать результаты рейтинга инвест климата. Третье место это конечно хорошо, лучше чем пятое в прошлом году, но все равно есть над чем работать, отметил Александр Мор. Сейчас будет работа полезная после итогов рейтинга, потому что мы в личном кабинете получим расшифровку по всем показателям, по большому количеству показателей и увидим, где мы в зеленой зоне, где в желтой, где в красной зоне. Мы так делаем всегда, потому что после рейтинга эту информацию получаем и начинаем работать с проблемами, с красными зонами. Там есть зона ответственности региональных властей, муниципальных, есть федеральная, но мы, еще раз говорю, работаем одной большой командой и каждый раз работаем над ошибками. Суверенное развитие как основа справедливого мира, так звучала центральная тема форума в этот раз. Между тем, международное сотрудничество активно обсуждалось в этом направлении. Немало перспектив, например, если брать курс на Африку. Тюменцам это может быть особенно интересно. Предлагаю послушать эксперта. У вас там очень мощная индустрия, как раз нефтяное производство и так далее. Нам это нужно, у нас есть это, но под землей. То, что эксплуатируют сейчас, это в основном европейские страны, которые все это увозят, себя трансформируют у себя и потом нам перепродают. Нам это не нужно. Нам нужны компании, которые смогут нам помочь, все на месте производить и там же продавать у нас. У нас рынок большой, он еще растет. Я думаю, что чуменские области в этом плане можем нам помочь. В общем, есть над чем подумать. Все-таки попасть на форум стоит дорого, очень дорого. Участники платили за билет больше миллиона рублей, чтобы наладить связи с компаниями, подписать соглашения и понимать курс экономического развития страны. Татьяна Воротилова, Александр Сторожок, Тюменская служба новостей.